Всем привет! Меня зовут Лена и я безумно рада вас видеть на своем канале. Ну что, девчата, погнали со мной на работу. Сегодня будет такая очень интересная тема. Одна из моих зрительниц мне предложила тему для эфира. Но я решила ее вывести в ролик, потому что не знаю, когда будет эфир, а поговорить очень и очень хочется. А где я так вам? Ярик уже едет, я просто ему... Я тебе отдам свой рюкзачок. Всем привет! Ярик, а там не едут. Все, Китя, давай. Маме и задание. Все, главное дать задание. Покомандовать и пойти. Вот уже долгое время, уже более двух лет, машина остается, а я тупаю. Ну иногда, конечно, когда есть какие-то дела, сегодня у меня будут дела после обеда, нужно делать их именно в машине, при помощи, точнее, машины. Поэтому после работы поеду на машине. Печатаю, о чем я хотела сегодня поговорить. Во-первых, классная погода. Вроде утром выходила, был такой ветер, вернее, вакуно смотрела, был ветер. Думаю, как же я буду с вами общаться, когда так ветрено. Сейчас вот смотрю, даже можно и поговорить. И какую я тему хотела затронуть взаимоотношения родителей с подростками. И вы знаете, у меня тоже эта тема не чужда, потому что я мама. Мама уже взрослого, 25-летнего сына. И вы знаете, я благодарна, во-первых, своему сыну, что он меня в свое время услышал, и что у нас сейчас именно такие отношения. И когда он был маленький, ну то есть, во-первых, я начала очень рано его оставлять, так сказать, одного. Ну, в плане одного, это у бабушки. Когда ему исполнилось 9 месяцев, так сложились обстоятельства, я была вынуждена идти работать, а не сидеть с ребенком. И вот в этот момент меня очень выручала мама, его бабушка, когда у меня была возможность его привезти. Ну, то есть, одного я его, конечно же, не оставляла. И нужно было работать. И вот взаимоотношения. Я иногда, иногда, скажу честно, что даже ругалась со своей мамой, потому что у сына было увлечение, которое осталось и сейчас, спустя 25 лет. Это паркур. Ну, кто не знает, опять-таки горочка. Девочки практически без отдышки. Паркур – это такие сальто, кручения вокруг своего тела, оси. Ну, и не только. Есть там уличный паркур. И он когда был маленький, ну, как маленький, дядька уже, я не знаю, лет, наверное, 13, и он меня всегда, ну, отпрашивался. Там у нас есть такой, ну, как карьер, где можно попрыгать, там песок, ну, и в самом, конечно, не в глубине карьера, а такие, ну, на занасыпи. Есть у нас такой район «Занасыпь». Зрители моего города знают. И вот он с друзьями, они ходили, чтобы вот эти свои фляки крутить, потому что почва не земля, а мягкая, как песок. То есть и падаешь, так песок, это немножко аккуратнее. И вот он мне всегда, мам, я с ребятами туда, я с ребятами туда. Я ребят этих знаю. Вы знаете, я отпускала его, абсолютно не боясь, что он там где-то напьется на курице, потому что, ну, компания такая. Ну, а мы с мамой иногда спорили, и так, и до крови было, когда мама говорит, как ты можешь, как ты его отпускаешь, он же там и головой ударится. И вот вы знаете, вот взаимоотношения, я думаю, я не послушала свою маму, да, не стала ему запрещать делать то, что ему нравится, потому что сейчас, можно так сказать, он этим даже где-то периодически зарабатывает, потому что он умеет это делать. И когда мне мама вот это всё говорила, я говорю, мам, он умный взрослый парень, и с ним всегда я когда разговаривала, я говорила, сын, делай так, так, чтобы ты понимал, что это тебе не во вред. Если тебе это нравится, если ты это любишь, ходи, ходи, пныгай, как я говорила. И вы знаете, вот, возможно, вот в этот момент, когда взаимоотношения, да, когда я его как бы не ругала, она, наоборот, поддерживала, да, в этой ситуации. Я не говорю, что моя мама, его бабушка его не поддерживала, конечно, поддерживала, но она так же, как я, переживала за его здоровье. Но в этой ситуации я поняла, что нужно дать ему свободу действий, да, свободу выбора. И вы знаете, я ни на грамм не пожалела, что вот такую ему свободу хотя бы в этом маленьком плане дала. И сейчас он абсолютно самостоятельный парень. Другой раз, когда не нужно посоветоваться, да, ну, что там можно посоветоваться, господи, во-первых, мальчик, обычно с девочками, да, советуемся. Девочка с девочкой. Об этих отношениях тоже мы с вами поговорим, но я думаю, в следующий раз. Взаимоотношения мама-дочь. Очень хорошая тема. Если хотите, поднимем ее в следующем ролике. Напишите мне. Да, хочу. Я пойму, что вам эта тема нужна. Потому что мне тоже есть о чем рассказать. Так вот, когда я ему дала вот такую свободу действий, естественно, адекватную, да, это не значит, что отпускай, и что будет, то и будет. Нет, это был своего рода тоже и контроль. Домой, пожалуй, 100 часиков в 9, там 10, ну, в зависимости от времени суд, от времени года, то он практически это все выполнял. Я хочу сказать, что вот сейчас, находясь на расстоянии, далеко, я очень, очень прям чувствую эту родственную душу, вот именно к которой плечо, да, родное плечо, к которому я могу прислониться, рассказать о своих печалях, рассказать о своих радостях. И этот человек меня поддержит. Не всегда есть, у меня есть такие знакомые, у которых отношения с родителями, да, будь то девочка или мальчик, и в дальнейшем, да, пускай это подростковый период в самом начале, да, мы, подростки, мы, родители не понимаем, я тоже где-то в каком-то, в какой-то мере маму не понимала. И сейчас вот такой момент, тогда мы друг друга услышали, то есть я очень рада, что я не упустила вот этот момент взаимоотношений, тех, которые вот сейчас как-то так классно складываются. и с годами, я думаю, это с годами приходит, да, если раньше сын там мог позвонить раз в неделю, когда был далеко от дома, сейчас это, ну, не каждый день, но и раз в два дня это периодический созвон. То есть, знаете, вот это такая тонкая, тонкая связь, которую я очень боюсь потерять, именно вот это доверие, в которое я могу позвонить и рассказать ему всё, что у меня на душе, не стесняясь. Так же и он, и он всегда, я ему всегда говорю, сын, я не хочу тебе сказать, что это правильно, будет только правильно, как ты решишь, но это моё мнение, и вот в этой ситуации я бы поступила так, когда прислушивается, когда не прислушивается, когда ещё даже и возражает, и это нормально, потому что взрослый, молодой человек, у него есть своё мнение по этому поводу, и не всегда у нас мнения сходятся, и нет вот этого кардинального, так, всё, 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 нет, нет, наоборот, вот именно разговор, вы знаете, вот сама тема взаимоотношения родителей с подростками, вот именно взаимоотношения, и возможно, не ущемляя, возможно, не делая какие-то запреты такие, да, вот, я им, май мошо май, да, то есть, самодостаточный молодой человек, вот, а возможно, если бы были такие жёсткие запреты, туда не ходи, то не делай, а так бы и пыв, и куры, и всё, что, ну, как говорится, все втекающие, вытекающие, поэтому, как лучше, я не знаю, я воспитанием своего ребёнка очень крайне довольна, и хотелось бы узнать, ваши взаимоотношения, ну, вот, как вы относились, у меня уже зрители все взрослые, в принципе, девочки все, как я говорю, я и великовозрастная девочка, и зрители, вот, ваши взаимоотношения, да, и воспитание, вот так бы я сказала, какими мерами вы прибегали, я хотела бы узнать, то есть, или это было жёсткие ограничения, или это был жёсткий контроль, если это было, то какой это дал результат, то есть, в моём случае, вот, как бы уже закончить свою речь, да, в моём случае, жёстких ограничений не было, была предоставлена свобода действий, но, конечно же, эта свобода, где-то, ну, процентов, наверное, 50 всё-таки контролировалась мной, когда он был ещё маленький, ну, маленький там, возьмём, до 10 лет, до 13 лет, да, то есть, это была, была свобода выбора, вот так бы я сказала, вот это вот, свобода выбора, собственно, то же самое, было и в моей семье, возможно, это так, я была воспитана, ну, об этом мы поговорим в следующий раз, если вы захотите взаимоотношения, мама-дочь, потому что, ну, в данном случае, когда меня попросила зрительница, затронуть взаимоотношения с сыновьями, возможно, вы поделитесь своим опытом, да, взаимоотношения с дочерью, но в следующий ролик я бы хотела более, так, знаете, подробно раскрыть, именно взаимоотношения, мама-дочь, потому что, ну, это тоже очень немаловажно, если для вас это интересно, да, если вам это, у вас тоже есть опыт, обязательно пишите, поделитесь, ну, или в этом ролике, если всё-таки я затронула вашу душу, взаимоотношения, там, мама-дочь именно в этом ролике, так что, девчонки, моя любимая улица, где никогда нету машин, но только я включаю камеру, и машины поехали, вам хорошего, позитивного настроения, и, конечно же, чмоки-щетки, пока-пока!